Добрый день! Слава Всевышнему! Это Иван Измаил! Как-то долго не могли соединиться? Да. А вот эта рамка что означает? Посмотри. Вот это убрать может и как-то. Он предлагает видео отключить. Видео отключить? Это скайп, скайп. Я не понял, как отключить? Ну скайп говорит, что плохая связь, вы отключите видео. А где-то написано? Вот тут в рамке. Ну а мы друг друга видим. Ну все тогда. Да ладно ты, лучше то не будет. Хорошо, слава Богу. Аллилуйя. Как вы там здравствуйте? По милости Божией. Слава Богу. Ну что сегодня там по Интеру у нас Кирилл и папа в Риме. Эти оба два вождя сидели за одним столом и писали обращение ко всему человечеству. Ну а что, разве лучше, когда один за столом, а другой под столом? Да ладно, что двое будут сидеть и лстить друг другу. Даниила говорит. Я хотел сразу спросить, вы не против, что у нас все записывается, в интернет выставляется? А что я буду против? Судьбы Божьи открылись, Бог есть свет. Не против? Не против, говорит. Так, ну а что я в этом-то я не вижу? Какой криминал-то? Я, например, ничего в этом не вижу, побеседовали. Давным-давно все католикам продано. Все по-католически идет, бритые сидят такие же, как папа. А кто им даст мир и сказано, нет мира нечестивым? Ну так оно и есть. О, слава Богу, молодцы. Так как пророк Исаия говорит, они как взволнованное море, пенятся с работами своими, выбрасывая ил и грязь. Молодец, вот это уже чувствуется вера, преданная святым. Прости меня, грешно. Восстань, Господи, да расточатся враги Твои, вози не эти щиты латы и побори борющиеся с нами. Великий Господь. Да, велик Господь. Почему Иоанн говорит, тот, кто в вас, больше того, кто в мире. И нечего нам бояться. Яко с нами, Бог, покоряйте, если языкцы. Аминь, аминь. И что сделает там человек, да? Да. Что сделает нам человек? Абсолютно точно. Пеканы выходят из ноздряхи, превращаются в перх, с червем постелаются, червем укрываются и заканчиваются все его мечты. А Господь восстал и стоит и собирает наследие свое от четырех концов земли. Север, говорит, отдай югу не удерживай. Веди сыновей и дочерей мои, говорит Господь. Собирает народ свой со всех концов земли. Во имя свое. Ну мы, я приехал в Одессу, как раз, есть возможность, думаю, попросил сестру Люду, говорит, давай свяжемся, поздороваемся. Знаем как. Но выходил какой-то брат, я с ним еще, Фомин, Фомин есть такой. Он говорит, вы знаете его? Какой? Фомин Потемкин. Фомин Потемкин. Фомин? А где он живет? А я не в курсе, не в курсе. Он просто на связи написал, что желает со мной поговорить. С вами поговорить? Да, да, я думаю, что... Ну вы сами решаете, вы свободный человек. Нет, потому что мы свободны, но если братья, там вы знаете, и вы там рассуждали, и поднимаете какие-то вопросы, и он пожелал. А то если братья ему поручили там, и позвонили там, узнают, поговорили или что-то. А может просто так делается? Я, например, никому не звоню никогда. У меня телефон вот есть, самый маленький подарили мне, и я никогда не звоню. У меня есть большие ресурсы, сайт, форум, Ютуб, Фейсбук, Твиттер, Одноклассики, ВКонтакте, везде. И большой видеоканал. Наших роликов, только наших, 6300. И когда бы я по чужим ходил... Вот Патриарх выступил позавчера о том, чтобы шли на Благовестие. И я сразу ему туда два больших материала забросил. Я ничего не спрашиваю. Я говорю, я готов. Воспользуйтесь, пока я живой. У меня 54 года миссионерской работы. Патриарх, чтобы взяли с Дежкиной жертвы, его надо сначала научить. Ну, это я там как раз про это все и говорю. Я ему говорю, как только против, я буду, если вы меня туда подтянете поближе, я буду говорить. А они будут мешать, чтобы каждому на 5 лет под запрет сразу. Ага, на 5 лет его. Они замолкнут. А Патриарх говорит, раньше было в колокол, ударь, все идут в храм. А сейчас, говорит, хоть из пушки бей, никто не идет. Ага. Это почему Господь, когда Иисус говорил, Моисей дал вам запомнить, кто из вас не поступает по нему. А сегодня Иисус Евангелие им предоставил, а они все его притворили. Все бизнес создали от Евангелия. Почему написано, когда услышат от соседней народы, какой у вас закон, то они скажут, какой великий и мудрый народ. Даже не видя вашу жизнь, только узнают про закон. А что про нас могут сказать, когда видят нашу жизнь, что живем беззаконно? Какой несчастный этот народ. Каждый день 18-20 тысяч абортов. Да, Инатрий, да. Тут надо бить, как Иоиле говорит, бить в тревогу на святой горе моей. Да. Позовите в собрание, назначьте пост. Пусть выйдут жених из чертога, невеста и злодница. И священник пусть плачет между притворами. И снова возлюбит Господь. Вот если этот человек знает, я говорю, вас нужно научить сейчас не говорить, а просить милости у Бога, чтобы научились плакать о бедстве народа моего. Я день и ночь изливаю слезы, как пророк Плащ Еремея говорит. И Павел говорит, я непрестанно со слезами учил вас три с половиной года. Три. А здесь ни одной минуты не учили. Его избрали епископом, и он все время только ходит, улыбается. Ну что, его прокормят одного? А ты посмотри, сколько гибнет. Иоанн Златоуст говорит, если одна душа погибнет по твоей вине, о священник, тебе всей жизни не хватит рассчитаться, ибо за ней умер Христос. Правильно, молодец. Вот это истина. Вот это надо слез трубить. А их миллионы гибнет, миллионы. Да, да. Так что веселиться тут сильно-то нечему. Ну, мы, знаете, говорим или там печалимся, все время мы, конечно, рассуждаем о воле Божьей, о вере Господне, о имени Его, о народе Божьем. Даже сейчас одесситов я приехал, здесь некоторые гордятся, что они лагеря создают, там, кормят бедных, кормят детей. А я говорю, я желаю прийти в собранное церковное, изъясниться откровением, разумением тайны Христовой. Не-не-не, нельзя, ни в коем случае. Я говорю, ну, вот и Ваше Божье правительство туда ничего не стоит. А они там связались, значит, подарки, ждут сейчас подарки, и одни празднуют 25-го, другие 27-го. Рождество Христова, и спорят между собой. Сейчас здесь такое движется. И все в разделении не могут решить, когда же родился Сын Божий. Что сказать на это? Какие подарки? Какая, говорит, награда? Апостол Павел хвалился ранами, язвами за имя Иисуса. Вот наши подарки. Докажи верность Иисусу. Я высчитал такое выражение, говорит, в вечности будут мучения, и будет радость со Христом. Но возможность пострадать только в этом веке. За имя Иисуса. Тюрьмы, лагеря, смерть, пытки. А тут чуть только дунули, слово сказали кверх ногами. Уже у властей в ногах валяются. Ныне время благоприятное, ныне детство, это сейчас все, сейчас успеть. И чтобы не было то слово, как через деревья. Сейчас закончилось, лето прошло, а мы еще не спасены. То есть время короткое, тут надо успеть все. Сейчас, особенно средний возраст, лежит много трудов на братьев, которые во Христе. Потому что они заботятся о малолетних и заботятся еще о старцах и столицах. А чтобы их устроить, чтобы правильно все это восстановить, чтобы в церкви, как было у апостолов, не было нуждающегося. Каждому уделяли по нужде. И от малого до большого писали списки, где напоминал 31 глава. И раздавались части по всем городам Израиля, по всем городам Иуды, посвятившие себя на священную службу от всего сердца. А тут еще надо рассматривать, они все облыкаются в священнической одежде. А посвящены ли они от всего сердца по правде и по истине, Христовой? А то только они могут ответить. Это нам тоже надо вникать. Тут нам за собой, конечно, смотреть надо и побуждать, если есть возможность, с личным опытом. Если я буду говорить сейчас всем, что заготавливаете дрова, у самого полена нет ни одного на зиму. Какой пример? А нужно столько заготовить, чтобы нуждающимся полено дать. Правильно, правильно. Вот это, вот это... А огня нету, огня нету от один дым, гнилушка. В нее хоть молния ударит, ничего нету. Если огонь потухнет на жертвеннике, все. Тем священникам конец. Потому что они несут ответственность за служение. А Слово Божие должно быть как огонь. Вот почему Иоанн Затаус говорит, если земля была необработанная, и однако произвращала бурно дурную траву, то если ее обработать, она будет приносить нужные злаки. А если она была солончатая, и ничего не было, и распаши ничего не будет. Так и человек. Если был ревностный по там, там, за церковью, он гнал церковь, хватал, душил, но и обратился-то из него, какой апостол получился. А бывает так, ни рыба, ни мясо, говорит, ни свечка, ни кочарга. Правильно. Вот надо заботиться, чтобы... Господь говорит, как я жажду, чтобы огонь возгорелся, и как я томлюсь. А они спрашивают, кого разделить, между двумя наследство не могут поделить. Ведь он говорит об огне Духа Святого. Они не все не понимают. Да, да. Но сегодня братья здесь много ревнителей поднимаются из разных направлений. Они уже там устали. Каждый, где оказался, в таком-то движении, и видят, что уже там безвыходные. На столах блевотина. Все сторожа, как немые псы. Неумеющие лаят, бредят лёжа во смене, в соведении. Никаких откровений нет. И они сейчас желают уже со всех мест. Я их уже говорю. Будем исполнять слово Божие через Иоилю 3 главу. Возводите храбро, пусть поднимутся ротоборцы. Пусть перекроют арабосы на мечи. И вот эти свои церкви, значит, накопят. И пусть собираются в долину Исафат. Говорят Господь. И там я вас яду, буду судить их. Это уже после Пятидесятницы идет вот этот кризис. Потому что вторая глава говорится. После издалет Духа Мого на всякую тволь. Покажу на небо знамение верху. На земле кровь и огонь, и курение дыма. При расплении Дня Господня Великого и Страшного. Бог послал пророка в Духе Ильи. А после сам явился в лице Иисуса Христа. И сам поправ всех. И исправил власть начальства престола Господства. И востраживав над ними сам собой. И повел за собой уже народ, который создал Церковь. Врата до нее не могут одолеть. Это голубица его, это невеста его по всему лику земли. И царица она достойна того престола славы, где восседает Царь. Это Церковь. Они в каждом городе, в каждом селе создали по сотни, в больших городах по несколько сотен собраний с названием Церковь. Я говорю, кто дал право вам такие вещи делать? Когда Павел говорит, что один Бог, одна вера, одно крещение, один Дух, одно тело. И все мы призваны к одной надеждой. И он же говорил, что Церковь это полнота наполняющая все во всем. И Господь поставил Иисуса главой Церкви. Это тайна откровения по отношению Церкви к Христу. Что есть Бог, жених, а Церковь это его народ, это невеста, образные речи. Это дети Божьи. И все они во Христе одно. Говорят, все вы одно. Наполены одним духом. Говорите одно. Имейте одни мысли. И когда проявляется разномыслие, инакомыслие, а после распри, разделение, словопрение, тот раз заклинаю, не ступай в словопрение. Это сказано служителю, Тимофею. Он должен был идти в Ефес, выщевать векторы, чтобы они не учили иному, не занимались этими баснями. И те, которые желали быть языком научительными, не понимали ни что говорят, ни что отвердают. Поэтому здесь я желаю, чтобы Бог дал больше ревности, чтобы ту молодежь, которая возле вас, братьев, чтобы слабый и слабый, как Давид по обетованию Божьим. Самый слабый, как. Выходят один, побеждают тысячу, пятую поднимаются, прогоняют тьму. И вот эти антихристы ходячие, да запретите Всевышний. Чтобы ни в тём веке, ни в будущем они никогда не увидели света Божьего. За то, что они жертвуют крови праведника, они построили бизнес. На крови страдаются Иисуса, который ни вида ни величия не было, чтобы ставить Его. Не было, чтобы нас привлекало к Нему. А Он претерпел это, как овца был веден на заклание. И за то, что Он предал душу свою на смерть, Ему дан часть между великими и сильными будет делить добычу. И через познание Его праведника, раб мой оправдает многих и грехи их на себе понесёт. Вот это обетование. И все должны стремиться познать Господа Нашего, как Пётр говорит в 2-е послание, 1-я глава. Таким образом, вам отходит свободный ход в лишний этаж. Когда будет познание Господа Нашего Иисуса Христа. А познание происходит, когда люди показывают веру, добростья, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Слушай, любовой звонок. Давай, любовой звонок, он сейчас звонит. Все, по-моему, это звонит. Давай? Давай? Не знаю. Ну, давай? Надо спросить. Игнатий? Да. Ты меня слышишь? Слышу. Фомин звонит. Его как соединять, как в конференции или после отдельно? Что? Он говорит, Фомина можно добавить в конференции? Сейчас сюда третьего участника, Фомина. А зачем? Он звонит ему, он звонит ему. Да никакой конференции у нас нет. Я просто увидел ваш звонок и ответил. Слава Богу. Нет, он говорит, что сейчас ему другой человек звонит. Его можно добавить к нашей беседе с вами? Да о чем мы беседуем? Я просто сижу и слушаю, я ничего и не беседую. Беседа, когда что-то спрашивает один, другой отвечает. А я ничего и не говорю. Ну, я бы хотел, конечно, у нас те вопросы, которые первые встречи у нас были, когда мы связывались. Вопрос богопознания тайны Бога и Отца Христа. Как там, вот Павел молился, говорит, чтобы вы были соединены из сердца вашей любви для всякого богатства и соединенного разумения, для опознания тайны Бога и Отца Христа, в котором все сокровища, премудрости беденей Божьей. То есть в этом братья стремятся, народ побуждается к этому, чтобы достигать, соединяться в этом. Соединяться нужно только в истине. Но это и есть истина. Господь Бог есть истина. Иеремия 10 глава 10 стих. Он царь живый, и перед ним держит вся земля, и народы не могут выдержать его негодование. Господь воцарился в книге Откровения реки, и распределились дичьи, и пришел в кометии. Сегодня уже все приходит к концу. Дичьи Божьи по всей вселенной распространяются для вразумления народа. Для вразумления. Но так как они недолго будут помнить о бичах, они надеются на свои богатства, на свои достижения, не уплывают на жертву Господа Иисуса Христа, а только занимаются торговлей, вот этими всякими сувенирами и так далее. Полностью шли в любостяжательство, которое есть, идолослужение. То есть отступили от истины. Поэтому тут Господь уже восстал Господь на суд, чтобы судить народа. Исайя 3 глава. Там очень хорошо обличались вожди. Говорит, народ мой вожди вводит тебя в заблуждение, испортили, пусть и здесь стоим. Восстал Господь Иисус, чтобы судить народу. И Господь оголит теми дочери Сиона, которые щеголяют всякими гуночками и панчами тонкими, украшаются, стульмятся, как эти блудницы, и заискивают, и торгуют. Идем я ночью, без конца и края. Еще тогда Господь бич сделал, в храме зашел, опрокинул столы, выгнал тех миновчуков, разогнал вов, выпустил голубей, и сказал, выберет все это отсюда. Ревность подобная не дает меня. И сегодня братья ревнители должны в этом же духе находиться Господнем, и в словах Господних не начать отступать, ни направо, ни налево. Что бы ни происходило, даже если ангел слева придет, не будет иначе что-то предавать его анатремно. На вечное посрамление. Иначе там Павел говорит, даже если мы придем, то есть он себя поставил под этот удар. Галатов, если ты помнишь, первая глава Галатов послания. А сегодня пишут, обращение к человеку, сами ограбили народ, добили, понастроили здание, здание пустует, только оплачивают газ, их красят, белят и сторожат. И народ обирает, и снимают кожу, едят мясо, и кости дробят, как вон горшок. Это Михея говорит. Вожди народа говорит, не вам ли должен узнать правду, а вы обращаетесь с правосудием. Он обличал их, говорит, я исполнил правоты и твердостей, Бога Господня высказит Иакову преступление Израилю, грехи его. И от всего он будет распахан, как гора Иерусалим, будет как грудь развален. Это грядет на все народы. Бог никого не минует. Потрясет великие дома, малые дома, каждое сердце. Ни один человек не пройдет. И это уже говорится о церкви обетования. Я тебя сделал новым зубчатом, железным молотилом, чтобы ты растирал горы и холмы, и превращал их, как в викини. Это принадлежит церкви. Церковь должна стать на своем местном вершине горы, где не может скрыться, и все, все сидящие в окне, должны видеть свет Божий. Как ты говорил, это жизнь, это действие, не пустые слова. Поэтому там в собрании передайте привет, когда собираетесь. Поприветствуйте народ именем Господа Иисуса Христа, и скажите, чтобы вы подвязались, кстати, от этого города Одессы. Здесь миллион триста тысяч населения, эти души, все души Господни. Чтобы Господь нам здесь помогал. А мы будем молиться за вас, ваши края там. Чтобы вы там стояли в прогоне. Слышишь меня, Игнатий? Да. Я благодарен Богу, что даровал эту возможность. Я выехал 40 дней, меня не было в этом городе. Сейчас приехал, и уже здесь сразу брань. Поставили эти жрецы все, которые сидят в этих лисицах хитрых, в норах, то теперь надо хватать по две лисицы, вязать им на хвостах факела и пускать на поля филистинские, чтобы пламя подымалась до Либерс, до престола Всевышнего. Я молю Господи, чтобы он защитил и помог. Даловал ревность, не смотреть ни на одно лицо. А здесь народ голодный, безработный, разведенный, не могут коммунально отплатить. От малого до большого стынает народ. И мы уже, я иду к властям земным, говорю, дайте свободу, дайте нам то, что Бог дал нам обещание, что амбары наши будут полны, сточилы будут переливаться. Мы не должны нуждаться предвечным девчим, должны быть обеспечены, как Господь говорит, дам хлеб, зерна твоего не дам чужим, кругами ты не будешь пользоваться чужим. А тут они облагают налогами братьев, забирают все, все дают взятки, все запачкались, и никто не может поднять глаза наверх. Я почитал немножко российский язык, но он почти одинаковый, как и украинский. Там чуть-чуть небольшая разница, что в маленьких собраниях ваших до 15 лет не произойдет как церковь. Там есть такой хум. Вот такие дела, братушка. Если вам отстроит Господь дорогу на наши края, то мы вас здесь примем. Так прилично святым. Все здесь Господь нам помог, все устроено. Я хотел один вопрос библейский задать. Можно? А почему же нельзя? Исаия 63 глава. Первые там пять стихов. Если есть, возможно, прочитайте. И хотел бы выслушать разумение ваше. Исаия 53-я? 63-я. 63-я? Да. Сейчас. Сейчас, минутку. Так. С какого стиха? С первого начните. Вы считайте. Считайте. Кто это идет, а ты дома. в черленых ризах, от вассора, столь величественной своей одежде, выступающей в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красное, и визу тебя, как утоптавшего, точило? Я топтал, точил один, и из народов никого не было со мной. Я попрал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запитал все одеяния свое. И в один сочинение в сердце моем, и год моих искупленностей настал. Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддержки. И помогла мне мышца моя, и ярость моя, она одолела, поддержала меня. И я попрал, и попрал народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей. И вылил кровь их на землю. Воспомню милости Господня. И славу Господню за все, что Господь даровал нам. И великую благость Его к народу Израилю. Вот это пророчество, вот это откровение хотел бы услышать. Как вы его разумеете? Разуметь нужно, что Господь в ярости своей, как Он пишет здесь, именно наказывает. Некоторые сегодня говорят, Бог никого не наказывает. Мы наказываемся своими грехами. Тут прямо написано, Бог наказывает за грехи. И не надо, как Ио говорит, стоило ли так припираться за Бога и лгать. А в какое это время будет? Это постоянно, не только это дома. Когда сокрушен Моав, Господь говорит, простру сапог мой наедом. Простру. То есть как червяка раздавить там под сапогом, так и для Господа. За что? Мы знаем. За грех. А что из этого получается? Если никто из этих не спасается, по крайней мере люди, считая это, будут понимать. Просто так, без возмездия грех не останется. Родится Гитлер, захватит все и наконец повернет назад и придется самому себя уничтожать. Так было не единожды, так было с Наполеоном. Почему-то все доходили до Москвы и поворачивали назад. Москва и определенную роль играет. Мы не знаем, как это закончится дальше, только знаем, что она должна сгореть. Откровение 17-18 глава. А что написано, это не разовое событие. Оно многократно получается. Господь говорит, вспоминайте жену Лотова, а мы вспоминайте ей дом. Как он в червленых ризах, окровавленных идет от Ассора. А у нас не от Ассора идет, может быть, а из ГУЛАГа. Где столько людей. Вспоминайте, архипелаг ГУЛАГ. Если Гитлер развязал войну и все народы потеряли около 55 миллионов, то Советский Союз внутри себя уничтожил сам. Почти 100 миллионов голов. Достоевский предсказал, если атеисты придут к власти, этот эксперимент обойдется в 100 голов. Это пророк настоящий. Он показал задолго. Задолго до этого. Полвека раньше. И поэтому мы видим, что отношение Господа к грешникам какое. И, наконец, под нож. 37-й год. Война. 4,5 миллиона пленных пошли. И из них только там, может быть, миллион остался целый. А остальные дорогой не давали им ни лопат, ничего. Зима, мороз. И они погибали и выходили оттуда единицы. И вот мы это видим и должны устрашиться Господа. Ибо грядет возмездие Его на всю землю. Как сеть на живущих беспечно. Да. А не надо это думать, что только это было от Едома и один раз. Нет Едома, от Сталинграда. Сколько там погибло. Вот у нас празднует Покров Пресвятой Преснодевы Марии. Покров в Царьграде. Было. Видно. Царистын город. Что Епифаний Андрей. Андрей Еродивый. Видел. Как Божья Матерь, как покрывала, покрыла город. Когда мы говорим с греками, у них праздника это вообще даже никакого праздника нет. Я был в греческой церкви на день покрова 14 октября. Ничего нет. Я говорю, а почему нам не сделать освобождение Ленинграда. Прорыв блокады. Нам это ближе намного. Сколько? Больше миллиона на Пискаревке лежит. Надо события приближать на сегодняшний день. Не зацикливаться, что это было когда-то. Да, было однажды. Малху Петр, говорит, ухо отрубил. А сегодня сколько отрублено ушей, ничего не слышат. Замкнули уши свои. Когда уходили от апостола Павла. Деяние 28 глава. Он вслед сказал, не зря Исаия сказал про вас. Глазами будет видеть и не разумеете. Это конечно относится сегодня. Вы говорите о ком хотите. Я православный, для меня дорого православие. Я отвечать буду не за свидетелей Юговы. Такие называются себя. И у нас тут на каждом шагу такое. Проповеди нету. На благовестие не посылают и даже враждебно настроены. Вот я издал, по милости Божией, полное толкование Новый Завет. Трехтомник. С откровением вместе. Трехтомник. Что говорила церковь с первого века. Каждый том 752 страницы. 240 иллюстраций. Гюставо Даре 230 только. И там об этом как раз все и говорится. Я дал 297 комментариев. На слова толкователя блаженного эфилакта. Где он говорит о необходимости проповеди. Благовестия всех. Женщин, мужчин и детей. А в церкви принято даже в свое время решение. Что кроме епископа никто не может проповедовать. Даже священникам запрещали в храме проповедовать. Разве это божественное учение? Так и сейчас это возрождает. В 989 году Русь приняла крещение. А Библию получили в 1876. Да как же могли жить без слова Божия это? Когда мы считаем в Израиле нашли. Один экземпляр. Деньги выбирали и нашли. Какая паника началась. Как царь плакал. А как же мы могли веровать? Ни одного экземпляра не было Ветхого Завета. Не было. Ничего не было. Совершенно ничего не было. Одна книга. И он прочитал и узнал. И горе мне. Послали к пророчеству Алдаме. Чтобы сказала что будет. Она сказала им. И сегодня эта ситуация повторяется. Приезжает здесь с Украины с вашей стороны диакон. Мой брат протеерей идет с ним разговаривает и говорит. Тебя диаконом в руку положили. Ты теперь должен проповедовать. А что ца? Он говорит. Ну Евангелие считать. А что ца за книга? Да как же ты в руках Евангелие не держал? Нет. А зачем же ты приехал? Гроши заробите. С Украины сюда едут. Гроши заробите. Ну вот и все. Это состояние не одного только человека. Потому что я в этой среде нахожусь. И на нас смотрят сурово. Как так? Говорите. Да вы кто такой? Да как можете говорить? Я написал строгие письма патриарху. Писал в ООН. Что вас ждет за развращение народа? А что на западе делают? Преподают там это извращение все это. Что нету мужского женского пола. Что ну мальчик уже с первого класса должен избрать. Каким полом он будет. Он даже не мальчик. Просто он. И когда не стали. Сейчас мне написали из Германии. Они сказали дети наши не пойдут в школу. Учат детей как правильно презервативы надевать на морковку. С первого класса. Он детей не отдает. Баплист. Сразу штраф. По 50 евро на мужа и на жену. А он отказался платить. Сразу посадили. И он сейчас собирается уже в Россию выезжать. Это просвещенная Европа. Все ниже пояса видят только. А где голова? Совершенно раздетые в школах. Учителя, девушки. Ни одной нитки на них нету. И показывают в спортзале как они канат перетягиваются. Это интересно им. Должно там слово Божие быть. Кто находится скажите. Какие там ей парады. А здесь не дали у нас. Нету. Нету вообще. Им отказали. А в Грузии пошли. Там священники с табуретками, с досками их разгромили. Все. Больше духу их нет нигде. Патриарх восстал. Вот пожалуйста. А в Европе они маршируют. К Путину обратились. Он говорит. У нас и так детей мало. От мужика если женится на мужике. Какая прибыль? Мерзость. Садовиты. Ждет огонь вечный. И об этом надо говорить. Говорить четко и ясно. Я считал в Дании один какой-то протестантский пастор. Как они называют. Имена-то такие не люблю даже. Но стал говорить. Что это противоестественно. Мужчина на мужчинах. Разжигаясь похоти. Как апостол Павел пишет в первой главе послания к римлянам. Его сразу в суд посадили. В каталажку потащили. Не посмотрели что он там в церкви говорил. Ну что. Пришло время. А почему это не практикуется у мусульман. А не сразу. Вот там был бы гей парад допустим. Миллион. В один день все миллион был бы отрезанный головы. Там ни одного нету. Узнали только. Нашли трех человек сразу с 18 этажа вниз головой. Показывать по телевизору как они по телевидению летят. Я не призываю к этому. Но власть должна смотреть. Власть отвечает за это. Для чего его Бог поставил то. Да. Бог говорит. Истреби злое среди себя. Это было. И в церкви сказали. Изверните разрушенные среди себя. Пятая глава 1 Коринфянам. Там пьяница, блудник, клеветник, злоречивый хищник. Не должны быть обличены. И если не каются. Значит извергаются. Не приветствуют. И не кушатся. Это уже на сегодняшний день. Это в церкви должно быть. Треть строгость должна быть. А они сегодня союзничество делают. Потому что мамон не соединил. Геннадий. Вместо творца. Они сейчас поклонились твари. Изменили образ некленного Бога. Образ подобно тленному человеку. Птицы четвертоногие. Кто и предал Бог привратному уму. И стали делать это непотребно. И разжигались друг на друга. Недружелюбно. Непримирительны. Кривесники. Догови родители непослушные. Зная праведный суд Божий. Они не только делают эти дела. Но и делают одобряя. Они себе коалиции создали. Но я благодарен Богу, что дал возможность нам услышать друг друга. Пусть Господь хоронит. Будет возможность выходите. Иногда, когда есть побуждение. Тоже давайте знать. Ну все, с Богом тогда. Захоронит Господь. Слава Иисусу Христу во веки. Захоронит Господь. Слава. Недосущая Троица. Слава Иисусу Христу.